А где гарантия, что КПРФ, став большинством в Думе, не развалит Россию? А теперь я вам расскажу, как заставить депутатское меньшинство в Государственной Думе, типа КПРФ, заставить служить народу. Партия Родфронт уже давным-давно включила в свою предвыборную программу закон об ответственности власти перед народом за итоги правления. По этому закону на каждых выборах каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будут три строчки – достойное поощрение, достойное наказание и без последствий. Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия, как сейчас, без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член федерального собрания станет героем России. А если избиратели решат, что сменяемая власть достойна наказания, то все депутаты Госдумы и президент садятся в тюрьму на срок, в который они находились у власти. Этот закон нужен, чтобы у народа была возможность наказать президента и депутатов, если они за время своего правления не улучшили жизнь народа, а наоборот ухудшили. По этому закону будут отвечать все депутаты Госдумы. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Яблоко – будет коллективная ответственность. Иного способа заставить депутатов служить народу нет. Если ты боишься ответственности перед народом, то не ходи во власть, а если уж пошел, то работай так, чтобы народ это оценил. Ну вот, как вы слышали, такой горячий призыв. Люди пытаются найти решение, что же делать с этим правительством, с этими депутатами. По крайней мере, пришли к решению, что все должны отвечать ЛДПР, КПРФ и Единая Россия. Неважно, был в депутатах, значит, отвечай. Но это такой вот, я бы сказал, русский подход к проблеме. То есть, что предлагает этот парень, представитель партии Ротфронт? Он предлагает три варианта, видимо, на референдуме – решить достойное поощрение, либо достойное наказание, либо без последствий. И здесь фактически очевидно, что если бы проходил народный референдум, то было бы решено призвать к ответственности. Это значит посадить в тюрьму или, как он говорит, на срок, который они были при власти. Ну и что, собственно говоря, этим они добьются, даже если вам удастся это провернуть. Ну, посидит какая-нибудь депутат Яровая, там, пять или семь лет в тюрьме. Что из этого? Все ее средства и все, что она наворовала, благополучно находятся на счетах ее мужа, детей, сестер, матерей и так далее. От того, что она посидит в тюрьме, ну да, наверное, чье-то самолюбие немножко будет удовлетворено. Но никакой практической цели я в этом предложении не вижу. Кроме того, меня напрягает вот в этом горячем призыве, хороший блогер, наверное, я не слежу за его творчеством. Но название Родфронт, значит, для меня, как для человека, жившего в Совке, почувствовавшего лично на себе, на своей семье все прелести этого режима, неприемлемы никакие партии, где в названии присутствует слово «красный», то есть Род. Родфронт – это Красный фронт. Это значит, что люди там наверняка либо за восстановление Советского Союза, либо за какую-то форму «коммунизма» и прочее. Все эти красные, краснопузые Родфронтовцы, кем бы они ни были, извините на свалку истории. В современном мире партии, в том числе и рабочие, нужно называть другими названиями, ни в коем случае не стараться себя измазать в той истории, которую несла когда-то Красная Коммунистическая партия. Вот это лично для меня неприемлемо. Но я не хочу спорить с этим парнем, окей, я уверен, что его призыв наверняка отзовется в сердцах многих русских людей. Я хочу предложить свою немецкую, если хотите, реалистичную и практичную модель, как я вижу, нужно поступить с депутатами, если здесь идет речь о депутатах. Ну вот давайте посмотрим на замечательного депутата Ирину Яровую. Посмотрите, какая замечательная женщина. 53 года, она депутат от Камчатской области, Камчатского края, когда-то работала там прокурором, имеет юридическое образование. Ну, так сказать, женщина, посмотрите, еще на ней пахать надо. Вот если смотришь на эти одухотворенные лица депутатов, сразу приходит мысль, что им нужно дать возможность поработать. Поработать на самом деле на свой народ. Вот. Мое предложение очень простое. Необходимо в переходный период создать комитет. Вообще о создании комитета я еще буду говорить отдельно. Будет создана группа, которая будет заниматься депутатами. Что нужно? Нужно всего лишь просмотреть списки этих депутатов, собрать их всех и посмотреть, где родился, откуда выдвигался. Вот госпожа Яровая из Камчатской области. Ну, чем не место для жизни, господа? Ведь госпожа Яровая обогатилась немеренно за время своей плодотворной работы. Успешно живет ее семья, ее дети. Посмотрите, у нее есть супруг Виктор Алексеенко. У нее есть дети Александра Яровая, Сергей Яровой. Замечательно. Уже четверо великолепных наверняка людей. А может быть там еще где-то мама, может быть уже где-то зять или сноха, может быть уже даже внуки есть 53 года. То есть это такая хорошая, добротная семья Яровой. И нужно по хорошим русским традициям сослать семью Яровой на место, откуда она баллотировалась в депутаты. Вот с Камчатского края замечательно. Давай, милая, езжай в Камчатский край. И сослать их нужно сроком на 20-25 лет. То есть необходимо взять ее, вот всех ее детей. А оценить, естественно, нужно их состояние. И эти деньги отдать им. Господа, не нужно ничего забирать. Вот здесь очень важный момент. Если мы говорим о конфискации, то всегда есть риск, что та группа или та комиссия, которая будет конфисковать эти деньги, сможет опять их неправильно распределить. Россия это такая страна, где все почему-то думают, что вот сейчас у власти губернаторы, местные власти, депутаты, правители, министры, это все воры и мошенники. А вот если их убрать, на их место придут какие-то кристально чистые люди. Но ведь это же страна такая, понимаете? Это менталитет такой, где воруют все, каждый на своем месте. Поэтому здесь очень сложно распределять средства. Я бы этим депутатам оставил их деньги. Только лишил их права, первое, выезда за границу. И второе, право проживания в Москве, в Московской области, там, где они хорошо угнездились. Вот все эти депутаты, имеющие миллионы и даже миллиарды рублей, понакупили себе богатых квартир, вот мы еще будем сейчас о других депутатах говорить. Их дети учатся за границей. И, естественно, у этих господ нет заинтересованности в своей стране. А откуда она появится? Если дети там, где-нибудь на Лазурном берегу во Франции, где-нибудь в Соединенных Штатах, а им говорят о любви родине к какой-то убогой стране. Вот нужно их вернуть на землю, понимаете? Нужно их вернуть туда, откуда они вышли. Всей семьей туда поселить и объяснить госпоже Яровой, что она будет там жить 25 лет. Вот тебе твои деньги с продажи твоей квартиры, твоей машины, все остальное. Теперь обустраивайтесь. Вы же хорошие инициативные люди. Наверняка твои дети получили хорошее образование. Вот пусть они поймут, что здесь 25 лет они вместе с мамой будут жить. Давайте посмотрим еще кого-нибудь. Ну, например, вот я чисто сейчас набрал депутат от Тверской области. Вот Тверская область – это замечательное место, где можно осуществить вот то, что я говорил, поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Но ничего нет в Тверской области, все очень плохо. А депутат Тверской области выглядит вот так. Вот Вадим Георгиевич Соловьев. И зять Вадима Георгиевича Соловьева, вот тут просто в Википедии стоит, воевал на стороне ДНР и ЛНР за права русских. То есть вот этот Вадим Соловьев, он наверняка русский. Посмотрите, лицо какое вот замечательное, русское такое, круглое, довольное лицо. И у него там, может быть, не только зять, может, у него еще и сыновья есть и так далее. Вот всех их семью Соловьевых нужно вернуть в Тверскую область, в любое село, в любой Задрищинск, Мухосранск, в самое последнее место для того, чтобы они это место начали восстанавливать. И у господина Соловьева, так как у него тоже, как у всех остальных членов семьи, заберут паспорт, он не будет иметь права выехать за пределы страны, и он не сможет никуда свои деньги вложить. Ему придется вкладывать деньги в Тверскую область. И та же самая история. 25 лет ты, вот наевший вот такую физиономию, будешь отрабатывать на земле, на своей земле, в своей любимой стране. Вы же любите свою страну, вы же русские, вы же там по березам плачете, вы там в речках любите купаться. Вот и нужно дать возможность господину Соловьеву находиться на своей земле. Проблема русских заключается в том, что они никогда не инвестируют деньги в свою страну. Англия, Франция, Германия стали такими странами не потому, что кто-то приезжал и в них инвестировал, а потому что богатые люди в этой стране строили университеты, города, поселки. Все это когда-то восстанавливалось богатыми людьми этой самой страны. Они понимали, что их дети не уедут за границу, они понимали, что они здесь будут жить, здесь умрут, здесь будут лечиться. И поэтому часть своих денег каждый отдавал на благо своей стране. И поэтому мы имеем такую Англию, какая она есть, имеем такую Германию, какая она есть. Вот посидел, попринимал там антинародные законы, подписывал бумажки для того, чтобы получать свои 400 миллионов или сколько они там получают. Теперь будь добр, вложи все это в реальные объекты. И у господина Соловьева не будет другого выхода. Теперь еще давайте посмотрим. Вот я открываю Приморский край. Приморский край выглядит вот таким плачевным образом. То есть, ну, хуже уже трудно себе представить. А депутат Приморского края Сергей Слепченко стал миллиардером в 2017 году. Вот тут стоит. Согласно представленной информации, депутат Слепченко заработал 1,3 миллиарда рублей. Также в собственности народного депутата находятся два элитных автомобиля, три земельных надела площадью 129, 600 и 900 квадратных метров, две квартиры, облигации на сумму 50 миллионов рублей, приобретенные после продажи доли в бизнесе. Посмотрите, как замечательно. Сколько денег? Квартиры, машины, 1,3 миллиарда рублей. Зачем всему этому пропадать? Или кто начнет распоряжаться этими деньгами? Только господин Слепченко сам. Посмотрите, он ведь просто написан на лице. Он думает, думай о России. Он сам сможет хорошо распорядиться своими деньгами, находясь в Приморском крае, конечно же. Вот в Приморский край, в деревню Волкохуйск. Пусть он там восстанавливает этот конкретно кусок земли, потому что там ему придется с его замечательной семьей, с этими всеми автомобилями, жить 25 лет. И вы увидите, что начнет происходить. Ну, поплачет он там неделю, жена его там попилит, месичишка. Но выехать оттуда они не будут иметь право, потому что это ссылка. И придется господину Слепченко чем-то заниматься, как и всем сосланным, когда-то в Сибирь, в отдаленные места. Только это были нищеброды, а теперь у вас будут миллионеры и миллиардеры находиться вот в таких труднодоступных местах. И туда же, конечно же, Валентину Матвиенко. Зачем ее сажать в тюрьму? Послушайте. Ну, будет она сидеть, хлебать свой баланс. Это хорошо, если будет. А то они там себе еще же в тюрьме. Вы же знаете, как действует российская тюрьма. У нее будет хорошая обустроена камера с телевизором, с интернетом. Зачем такой люксус? Ее еще кормить. На ней пахать нужно, понимаете? Ее нужно действительно с ее сыном, со всей их семьей отправить на землю. Вернуть их, так сказать, в Россию, о которой они столько лет пеклись. И вот там нужно наблюдать, что они будут делать. Вот этот комитет, который я предлагаю, должен включать в себя целую большую такую группу журналистов, которые будут непосредственно заниматься, например, конкретно этим вопросом. То есть, вот я представляю себе такой телевизионный канал, где бы шел многие годы бесконечный сериал из жизни депутатов. И показывали. Вот в понедельник начнем показывать про депутата Шишкоеда. Вот такой замечательный депутат вернется в свою деревню, откуда он родом. Вместе со своими внуками, с детьми. И что делает господин Шишкоед. Или, например, какой-нибудь депутат Подгорный. Где-то в своей ссылке решил восстановить молочный комбинат. И решил свои деньги инвестировать в восстановление этого места. Будет производить молоко и сыр под маркой Подгорный. Замечательно. А в среду покажут историю какого-нибудь господина Слепченка, который впал в депрессию в Приморском крае. Спился. Жена его повесилась. Ну, хорошо. Пусть судьба такая. Ничего страшного. Вот одна серия будет в виде хоррора. А в четверг вам покажут историю госпожи Яровой, которая закатит там рукава. Закусит у дела и начнет восстанавливать маленькую деревушку в Камчатском крае. Ну, например, начнет строительство какой-нибудь больницы. Потому что ей там между делом стало плохо. А она в такую дрень попала, откуда вообще никогда до больницы не добраться. Как и все местные жители, живущие там. И вот вдруг госпожу Яровою пробьет на мысль, что не мешало бы здесь хотя бы какую-то больничку построить. А вдруг окажется, дочка у нее имеет медицинское образование. И вот готовый врач для этой местной больницы. И не важно, что они построят. Не важно. Пусть, если хотят, строят свои особняки. Но пусть строят их где-нибудь в Якутске, в Приморске и так далее. А потом посмотрим, как они там будут жить в этом особняке, ходя по уши в грязи, по этим дорогам, которые там есть. И если они захотят жить хорошо, если они захотят, чтобы у их детей и внуков были детские сады и школы, то вы увидите, как постепенно, постепенно все начнет меняться. А вся страна будет наблюдать сериал из жизни депутатов. Естественно, с возможностью показывать этот сериал и тем осужденным депутатам, которые будут расселены по всей стране. Соответственно, следующий созыв депутатов должны понимать, что их ждет, в принципе, то же самое. Если ты выдвигаешься с Орловской области, дружок, занимайся Орловской областью. Потому что, когда ты закончишь свою работу в Государственной Думе, ты направишься прямиком в Орловскую область со всеми деньгами, которые ты заработаешь за время своей работы. И поэтому там уже себе сейчас присматривай местечко, не квартиру в Москве, а вот там, оттуда, откуда ты выдвигался. Если вам удастся наладить эту систему, вы увидите, как люди начнут инвестировать деньги в свою собственную страну. Их нужно приучить к этой мысли, что это выгодно. А приучить их, не лишив возможности выезда за границу, невозможно. А посадив их просто в тюрьму, а их семью с деньгами оставив в этой стране, либо за рубежом, опять же, никто ничего не поймет. А не использовав вот эти наворованные деньги, которые они получали за создание антинародных законов и безмерно обогащались. Опять же, как можно оставить им эти средства? Ну, просто изъять их бессмысленно. Куртаты, губернаторы и прочее – это целая армия людей, обладающих реальными средствами. И их нужно принудить эти средства вкладывать в страну. А ролик, который я вам вначале предоставил из Родфронта, назывался «Как заставить Платошкина служить народу». Вот, я считаю, вот так и надо. Получили от этого государства, в него и вкладывайте. Вкладывайте в самые труднодоступные места, потому что туда по своей воле никто не поедет. А если человек сослан, то есть ссылку вместе с семьей, то там, извините, семья заставит его двигаться, заставит его работать. А дальше хоть что-то делай, хоть ты там на стенку лезь в этой избе, но ты должен понимать, что 25 лет ты с этого места не уедешь. Даже если ты приехал туда с деньгами, вот первая проблема, которая у тебя возникнет, что вдруг окажется, что в Мухосранске или в Задыринске нет вообще никакого банка. Вот в немецкой деревне в каждой есть свой собственный банк, а в Задыринске нету. Вот что делать? Одна из проблем, которую они будут решать. И не только эту, но и проблему с дорогами, с освещением, с образованием и применением своих знаний, которые они получили в том числе за границей. Их дети воспитывались, хорошо, наверное, иностранными языками владеют, неплохо, местным, сельским, деревенским детишкам пригодится знание английского языка. Что бы они там ни делали, все это будет на благо народа. Вот таким образом их нужно наказать настоящим служением своей земле. И я лично с удовольствием смотрел бы сериал о семье госпожи Яровой, как она восстанавливает Камчатский край.